Учебно-методический сбор начался с выставки служебной техники, которая круглосуточно стоит на страже безопасности рязанцев. В любое время года сотрудники МЧС оснащены всем необходимым оборудованием для предотвращения и ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций. Свои разработки представили и гости из других городов. Например, костюмы химзащиты с каждым годом становятся все менее тяжелыми и более удобными и составляют хорошую конкуренцию прежней разработке костюму L1. Да, сейчас выпускается его современный аналог. Вот вы в руках держите пример этого костюма, который одет на эту куклу. Это костюм Корун-2. Ну, отличие, самое главное, это то, что ткань прорезинена с двух сторон. У него улучшат защитные свойства. Его более проще одевать и снимать. Кроме того, вот этот обтюратор позволяет снимать, менять противогаз в зараженной местности без попадания в подкостюмные пространства зараженного воздуха. Производство противогазов за последние годы также продвинулось вперед. Мы уверенно шагаем вперед в этом плане. То есть у нас появился противогаз уже в конце концов с панорамной лицевой частью и с универсальным фильтром. То есть не требуется приобретение каких-либо дополнительных фильтров и запасных частей к противогазу. Панорамная часть обеспечивает хорошую видимость. А вот эта разработка является средством эвакуации при пожаре. К нему не нужно подключать баллоны со сжатым воздухом. Вместо этого в течение 20 минут он способен сам перерабатывать углекислый газ и подавать кислород для дыхания. Еще одну полезную разработку представили рязанцы, сотрудники лучшей в ЦФО испытательной пожарной лаборатории. Тепловизор дает возможность распознавать пожар, когда он скрыт от глаз. Например, при пожаре в здании. Снаружи можно наблюдать, как нагреваются его стены. Исходя из этого, становится понятно, куда перемещается огонь внутри помещения. Таким образом принимаются меры для ликвидации возгорания. В своем отчете начальник главного управления МЧС России Призанской области отметил, что в 2017 году все показатели по сравнению с прошлым годом улучшились. На территории области произошло 858 пожаров, на которых погибло 52 человека. По сравнению с прошлым годом количество пожаров уменьшилось на 4%. Число погибших уменьшилось на 27,8%. За год произошло две чрезвычайные ситуации. 6 апреля ДТП с участием грузового автомобиля МАЗ и рейсового автобуса, где пострадал 31 человек и еще двое погибли. И 23 октября авария с участием маршрутки в центре Рязани, где пострадали 16 человек. Готовность органов управления сил и средств территориальной подсистемы Рязанской области были проведены рабочей группой МЧС России во главе с министром Владимиром Андреевичем Пучковым. Глава МЧС высоко оценил готовность области к сезонным рискам. Благодаря своевременному реагированию в текущем году удалось избежать подтопления населенных пунктов, а также не были допущены лесные пожары. Кроме того, новые методы наблюдения за регионом с воздуха и с высотных зданий, расположенных на окраинах областного центра, позволили своевременно выявлять и тушить возгорание сухой травы на полях. Глава МЧС обрисовал направление деятельности структуры и в следующем году. Торжественное мероприятие включило в себя выступление представителей правительства и Рязанской областной думы. Кроме того, на итоговом сборе были вручены награды тем, кто в этом году отличился своим взаимодействием с МЧС. Принял непосредственное участие в ликвидации ЧП или в пропаганде работы спасателей. Среди отмеченных управлением МЧС оказались кадеты, спасатели, пожарные, муниципальное образование, многие другие, в том числе и представители СМИ. Журналист телекомпании «Город» Анна Герцовская одержала победу в своей номинации на 9-м Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества». На протяжении всего отчетного мероприятия перед собравшимися выступали творческие коллективы и звучали поздравления в адрес спасателей, которые отмечают в России свой профессиональный праздник 27 декабря.